Это выкройка пиджака. Ссылка на эту выкройку в описании. Сейчас я распечатала. Сейчас надо сложить, как показано на рисунке, склеить и вырезаем выкройку нужного вам размера. Полочка, спинка, рукав. Еще воротник. Прежде чем корреть, обязательно надо перемерить. Фигура у моей заказчицы совершенно нестандартная. По груди один размер, по бедрам на два на три размера отличается, поэтому я измеряю. И по бедрам мне надо будет добавить по два с половиной сантиметра на каждую. В итоге, чтобы это было на 10 сантиметров больше. Это можно сделать прямо при раскрое. Брюки из этой ткани я уже сшила. Сейчас хочу сшить жакет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Прострачиваем и разутюживаем швы. Вот таким образом плечи. Шов обработала я, проутюжила. Теперь нам надо шить воротник. Вот эта полочка. Полочка, передняя часть, это спинка. Когда мы шили, вот здесь были метки на выкройке. Я их поставила, они нам очень нужны. Вот воротник. Нам надо будет его шить, чтобы вот этот угол вшился в этот угол. Развернулся и вот сюда. Линия пришей у нас идет вот такая. Вот этот уголочек. И здесь также. Я на всякий случай, чтобы не расхарились слои между собой, я их заметала. Вот это лицевая сторона у меня. Точно так же линия пришила. Сейчас вы поймете, для чего я рисую. Теперь, когда мы будем замертывать, вот эта точка должна совпасть вот с этой точкой. Для начала мы еще найдем середину спинки. На воротнике складываем плечевые швы, совмещаем серединкой спинки. Прикладываем. Здесь на воротнике тоже есть метка середины. Существует несколько способов пришить воротник. Я, наверное, сейчас пришью простым способом. Если кто-то не очень владеет этими знаниями пришивания, будет достаточно сложно. Поэтому, в принципе, все будет одно и то же. Главное, сшить воротник. Теперь совмещаем вот эти точки с этой точкой. Теперь нам надо сметать. Заколоть. Заколоть и сметать. Точно так же с этой стороны. Ищем точку пересечения двух линий пришива. Замещаем с этой. Прикалываем. Теперь весь воротник прикалываем. Прикаливаем. Это у нас еще на отлете. Теперь берем ножницы. И из этого угла, вот этой точки, где у нас сшит воротник, мы должны разрезать. Теперь мы выворачиваем вот эту часть. Раскладываем ее. И от этой точки, вот эта точка у нас пришила, перекресток на воротнике и на полочке. И вот сюда приметываем. И вот у нас уже воротник вот таким вот образом вшивается. С обратной стороны точно так же делаем. Приметываем, но пока не пристрачиваем. Приметала с двух сторон. Теперь берем внутреннюю часть, лицевыми сторонами складываем. Точно так же в этом же месте здесь сметываем. В этом же месте делаем надрез до этой точки. И до плечевого шва наметываем. С этой стороны и с этой стороны. Далее. Из подкладочной ткани выкраем косую бейку под 45 градусов. 3-4 сантиметра шириной. И вот здесь от плечевого шва до плечевого шва приметываем. А по плечевому шву сметываем здесь. Здесь я приколола, а здесь я приметала. Точно так же разрезала вот до этой точки. Совпадает сюда, до плечевого шва. Точно так же здесь. Здесь сейчас я еще приколю. Посередине от плечевого шва до плечевого шва. Косая бейка. Сметываем. Здесь сразу подгибаем. Потому что мы сейчас вывернем. И вот таким образом закроем вот этот шов. И сейчас прострачиваем пол. Вначале мы прострачиваем вот эти швы поперечные. И потом вдоль бортов и вдоль горловины. Шьем как? Самый сложный момент это вот здесь. Аккуратненько здесь складываем. Потому что надо вывернуть. Строчим. Строчим. Опускаем иголку вот в эту точку. Поднимаем лапку. Разворачиваем. Вот отсюда строчим. В этой точке опускаем лапку. Ой. И опускаем иголку. Поднимаем лапку. Разворачиваем. И строчим дальше. Вот этот шов сюда. Эти швы в род утюжку. Я прострочила. Теперь для того, чтобы вывернуть, нам надо удалить все на метку. Теперь здесь угол лацкана. На черном не очень видно. Но вот строчка. И вот здесь у нас торчит. Чтобы красиво вывернуть, нам этот излишек надо... Оставляем один миллиметрик для этого уголка. И срезаем. С этой стороны. И с этой стороны. Дальше. По вороту. Там, где идет закругленная часть. Надо разрезать. Оставляем один миллиметр. Все припуски на шов разрезаем. До линии шва. Где-то один миллиметрик. Оставляем. Иначе у нас не вывернется. Теперь выворачиваем. Вот наш уголок получился. Вывернулся чисто. Теперь нам надо выметать эти швы. Выметываем эти швы. Потом мы их хорошо проглаживаем. Вот эти швы мы должны выметать. От начала полностью. По всей, по всей длине. Потом проутюжить. И прострочим. А здесь мы будем таким образом. Здесь мы оставим на подъеме. Подогнули. Можно на машинке. А можно вручную. Вот здесь подошьем. Начинаем выметывать. Выметываем косыми стежками. Если мы эту операцию не сделаем, мы красиво не отутюжим. Ткань сдвинется куда-нибудь и не получится красиво. Косые стежки, значит, где-то под 45 градусов по отношению к линии выметывания. Такой стежок как раз не дает возможности ткани сдвигаться. Это самый такой удобный стежок. Самый практичный. И по всей, по всей, по всей длине. К примеру, она должна быть подобрана в форме. Она не должна удавить ни по центру. Приметали. На подкладе подворачиваем подгиб. И приметали. И пришиваем вручную. Сделала две строчки. Максимально ослабила натяжение верхней нити. И самая большая длина стежка. Теперь за нижнюю нить вытягиваем. Присобираем так, чтобы между этими двумя швами, двумя этими строчками, не было никаких складочек. Вот это у нас правый рукав. Длина оката рукава совпадает с длиной проймы. Можно вшивать рукав. Вшиваем его сверху. Вот середина рукава меточка стоит. К плечевому шву. Совмещаем. И прикалываем. Прикололи до середины. Вот так на три пальца. И как рукав здесь лег. Вот так мы его и пришиваем. Не пытаемся притянуть к пройме или еще что-то выровнять. Вот как у нас рукав лег. Так и пришиваем. Таким способом рукав садится с первого рала. Все, теперь приметаем или сразу пришиваем, обрабатываем и проутюживаем. Рукава вшила, с изнанки у нас уже получается вот такая красота. Так выглядит спинка. Достаточно аккуратно. Если на вас пиджак распахнется, выглядит это будет очень красиво. Теперь рукава вшили. На примерке отмеряем длину рукава. В данном случае я просто обработала на верлаке и подошью. Можно загнуть на два раза, подшить. Можно косой бейкой подшить. Можно подшить так. Более простой вариант. Продолжение следует... Подолк пришит. Теперь отстрачиваем. Отстрачиваем. Таким образом до сюда и до воротника. с этой стороны и с этой стороны. После этого мы пришьем пуговицу. Здесь все отстрочено. Теперь не перепутать. Петли делаем на правой половине. Женщина правая пола на левую заходит. Намечаем место, где верхняя пуговица. Полтора сантиметра от края. У меня две пуговички. Они давно ждут своего часа. Я их очень люблю. Наконец они дождались. Отмечаем. Сейчас я на машинке прострачиваю, обмётываю петли. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин